ну что дорогие мои друзья сегодня мы с вами займемся рукоделием кому эта тема неинтересна можете перейти на другой ролик у меня их хватает 1300 на канале а кому интересно приготовьте карандаш бумагу чтобы записать каким образом я вижу и потом валяю вот такие тапочки тапочки как горячие пирожки расходятся у меня на ура здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала по многочисленным по многочисленным просьбам моих подписчиков я хочу вам повторить описание вязки валеных тапочек или рассказать про валеные тапочки показывать буду мало если у вас нет карандаша и бумаги а вы хотите вязать валеные тапочки то возьмите карандаш и бумагу и записывайте итак для вязания вот таких валеных тапочек вам понадобятся нитки нитки которые называются в германии фильц воля это нитки которые скатываются нитки для валяния как они называются в россии я не знаю ищите сами спрашивайте в тех магазинах где продают нитки для вязания и вам подскажут и так вам нужен нужны нитки для валяния для вязания одних тапочек нужно 200 грамм ниток вот здесь в этом наборе 4 матка по 50 грамм и по 50 метров вам понадобятся еще спицы у меня вот такие спицы бамбуковые номер восемь вот эти спицы раньше входили вот в эти наборы сюда шли кольцевые спицы номер восемь и спицы 5 спиц бамбуковых номер восемь вот это был набор сейчас набор продается только нитки внутри больше ничего нет время изменилось итак я вижу все тапочки 37 38 и 39 размера по одной схеме я набираю на спицы тридцать четыре петли записали 34 петли вяжу по лицу лицевыми по изнанке изнаночными 35 рядов и перевожу вязку на 4 спицы на круговые спицы при переводе у меня уходит на каждую спицу 9 петель на последние не хватает 2 петли я набираю дополнительно 2 петли воздушные петельки и получается 36 петель по 9 на каждой вот эти 36 петель я вижу 25 рядов в общей сложности у меня получается 60 рядов 35 и 25 в той схеме которая идет вместе с нитками вот например схема вот там немножко другие размеры но я пришла к выводу что мне открытие вот здесь важнее больше чем меньше если вы будете вязать по описанию бумаги то у вас будет ну вот проем меньше а в нашем возрасте уже лучше чуть побольше подъемистые ноги полные и так далее вот когда вы провязали 60 рядов все вместе 35 и 25 тогда начинаете запускать на каждой спице последние две я провязываю вместе до тех пор пока все петли не закончится и потом сшиваю пяточку вот здесь этими же нитками это очень важно сшиваю пяточку запускаю впереди нитку внутрь и отправляю валять стиральную машину для того чтобы тапочки лучше валялись я добавляю три теннис иных мячика такие желтенькие сейчас покажу вот такие три мячика и отправляю тапочки стиральную машину добавляю немножко геля для стирки или жидкого мыла для стирки совсем немного ну одну две столовые ложки самое большое и включаю машинку не менее чем на два часа у меня на два с половиной часа на 40 градусов разные нитки ведут себя по-разному поэтому когда закончится процесс валяния я достаю тапочки начинаю их растягивать руками и смотреть достаточно ли они свалялись на мой размер если я вижу что они больше моего размера я отправляю еще на час на 40 градусов стиральную машину но потом приходится немножко их потянуть вот чтобы получить размер 37 я тяну меньше если размер 39 то я тяну больше немножко работаю руками а потом у меня есть вот такие вот натяжки для обуви это не для того чтобы растягивать тапочки это просто ну такие вкладыши для обуви для хорошей дорогой обуви которая хранится обычно вот с ними чтобы не ссыхалась и оставалась в хорошем хорошей форме в хорошем виде чуть-чуть просвечивает ну вот вот такие мягкие теплые тапочки принимают мои друзья мои родственники большим удовольствием потому что я их называю родненькие и этот раз я приготовила для подарка 4 пары считаю что этого достаточно на эту пару мне нужно связать пришить кожаную подошву кожаную подошву я уже вырезала пришивать я ее буду иголкой и нитками вот таким образом вот так а сейчас я вам покажу что я приготовила в подарок в казахстан своей подруге своей тете подруге тете и сватье вот эти три пары тапочек поедут казахстан теперь по своим украшением я могу определить какие тапочки кому принадлежат вот пуговицы я все-таки не срезала решила что я срежу на месте если не понравится и вот такие пуговички в виде бабочек тоже пришила таким образом мне легко разобраться где тапочки вот это еще одни в этом ряду это то что я возьму с собой как-то так не удивляйтесь что я везу их с собой потому что каждую посылку зимнюю к новому году я вкладываю вот такие тапочки и все их принимают с удовольствием сестре своей подруге я однажды отправила такие тапочки в ростовскую область но ее дочь забрала у нее эти тапочки она живет в москве пришлось мне ссылать сестре моей подруге еще одни тапочки вот таким образом это получается моя сватья первый раз получила тапочки когда она была у нас здесь в гостях мы с ней поехали в магазин и я ей сказала выбери цвет который тебе нравится она выбрала цвет я связала и сваляла ей тапочки она уезжала уже с этими тапочками с тех пор каждый раз как только моя невеста отправляет маме посылку к новому году туда идут валеные тапочки подошву я не пришиваю в основном я пришиваю подошву только когда я дарю их сама потому что подошву я делаю кожаную сейчас я вам покажу кожаную подошву пришиваем ниточками и это поверьте мне это не такой простой труд пришить кожаную подошву иголкой и ниткой вот сейчас я этим займусь на последние тапочки тогда у меня моя подготовка закончится она будет подготовка еще будет у меня продолжаться но уже в другом виде нужно сказать что я вижу и вот такие тапочки самые обыкновенные которые вязали мы и в казахстане для этого я беру нитки немецкие там где 70 процентов шерсть и 27 полиамид по моему они вообще почти не протираются они настолько носки и их можно стирать в стиральной машине кстати валеные тапочки со временем растягиваются но и конечно тапочки они все таки ну можно сказать тканевые или их можно стирать что я делаю со своими тапочками их тоже стираю когда я смотрю что пора я беру свои тапочки беру тапочки своего мужа отправляем на 40 градусов на 1 час или даже чуть чуть меньше ставлю на 25 минут вот простирывая а потом руками дорабатываю они конечно садятся немножко руками дорабатываю лучше всего если вы ваши тапочки постираны в мокром виде и оденете на свою ногу они должны принять форму ваши ноги и размер и все будет соответствовать так что вот те тапочки которые я связала можно растянуть на тридцать девятый размер а можно посадить на тридцать седьмой размер для того чтобы вязать тапочки например сорокового размера так далее нужно добавить две петли дополнительно если я начинаю на тридцать четыре нужно начинать на тридцать шесть и потом добавить две петли и вот таким образом увеличивается размер тапочек вот если бы я вязала не тридцать восьмой как я вам сказала сороковой я бы набрала тридцать шесть петель сначала провязала тридцать пять рядов и набрала еще две петли ну думаю понятно тем кто записал все что я сказала кто не собирается вязать тапочки тому это конечно не интересно ну что мне еще вам сказать жизнь моя так и протекает где-то готовлю подарки где-то занимаюсь в огороде сегодня первый день на улице 29 градусов не выхожу в жаркую погоду на улицу чтобы не провоцировать никаких болячек вот так подожду сейчас немножко и температура упадет к вечеру потом пойду кое-что поделаю еще и в огороде работы всегда хватает поэтому скучно мне не бывает а я прощаюсь с вами мои хорошие простите что я вас так называю прощаюсь до завтра я желаю вам здоровья и счастья пусть вам всегда и во всем везет оставайтесь со мной спасибо вам за ваши лайки за ваши замечательные комментарии на которые я люблю и стараюсь отвечать вовремя завтра я ухожу на работу ну вот такова жизнь всем пока пока и до новых лучших встреч на канале север это моя судьба вот так и получается хлопачу делаю тружусь так и проходит моя жизнь мои дни мои свободные минуты все оты и я и и и и и и и и